Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вчера, когда я разместила фотографию, как по теплице, вот по этой дорожке рассекает мой внучок, девушка одна спросила у меня, люди же такие внимательные, и она заметила, что спросила, почему у вас дорожка такая широкая. Действительно, когда я весной высаживала томаты, казалось, что дорожка узкая, потому что я же высадила вот с этой стороны 4 ряда помидор. Вот, считайте, раз, два, три, четыре. Из-за пантика не видно. Пантелеймон уйди. И вот с этой стороны 4 ряда. И казалось, что дорожки были не очень широкие. Но сейчас, когда томаты разрослись, и, казалось бы, должно быть здесь места еще меньше, чем весной, места, наоборот, стало больше. Да настолько, что тут даже ребенок бегает, как на стадионе. Сейчас объясню, почему. Все из-за того, что я, когда высаживаю томаты вот по две штуки к одному колушку, видите как, когда я высаживала, они стояли ровно вверх. Ну, вот как, вот отсюда они шли, и вот так вот вверх. Но когда я их начала подвязывать, вы видите, что оно немножко туда притянуто. Колушек один на двоих, и помидора при подвязке как бы немного вправо, ну, как, утянута, наклонена. И поэтому получилось, видите, и все так оно. Поэтому получилось, как дорожка как бы раздвигается, проход. Вот эта помидора сюда наклонена, эта, и получается, что и визуально дорога шире становится, и она становится шире реально. Поэтому все проходы, и вот этот центральный, сейчас зайду в боковой, и вот эти вот боковые, они стали намного шире, чем были сначала при высадке. Потому что все помидоры раздвинуты в сторону. Видите, как вот он подвязан сюда, как бы туда-туда они все, и это тоже туда. Я их как бы раздвинула по сторонам, все. Вот поэтому тут большая дорога, и когда меня спрашивали весной, как вы будете посынковать ходить? У вас столько рядов, 4 ряда слева, 4 ряда справа, и тут все зарастет, и вы тут не пройдете. Ну, оказывается, что когда вот так высаживаешь при таком способе, дороги, наоборот, становятся шире к осени. И у меня получается, что весь этот ряд помидорный умещается вот на этом расстоянии, на таком, ну, буквально небольшом. Все остальное дорожки. Они компактно смотрятся. Кстати, разошла уже сегодня. Настенька начала массово спеть, не только та, за которой наблюдала я. Ну, и все остальные приобретают характерный своему сорту цвет. Ну, а это, конечно, уже поспело. Первая семенная будет. Все, до свидания. Если вас что-то интересует, все у меня на странице в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Почти на каждый вопрос, который актуален именно сейчас и который я могу показать и рассказать, я все показываю и рассказываю в видеороликах. Заходите, добавляйтесь в друзья. Рассылаю все свои видеоматериалы и заметки. Ну, конечно, не снимая видео на зимние и на весенние темы, если вот у меня спрашивают, а как вы делали вот свои тоннели, какими пленками закрывали. Сейчас я на эти вопросы не ответить. У меня нет времени, невозможности показать. Все уже упаковано. Все это будем обо всем этом. Я буду рассказывать вам зимой, когда будем готовиться к новому весеннему сезону. До свидания. Желаю вам хороших урожаев и хорошей погоды, главное. Продолжение следует...